В эфире новости на Первом Молдове в студии Ольга Гаделика. Здравствуйте! В преддверии наступления холодов крупнейшие поставщики теплоэнергии запросили увеличение тарифа на свои услуги. Национальное агентство по регулированию в энергетике уже рассмотрело обращение Четнорд и Термоэлектрика и утвердило новые тарифы. Они вступают в силу с 1 октября. В грядущем холодном сезоне жителям Кишинева и Бельц, чьи дома подключены к сетям Четнорд и Термоэлектрика, придется платить больше за потребленную теплоэнергию и электричество. По решению Нары новые тарифы на энергию, поставляемые АО Четнорд, будут выглядеть следующим образом. Административный совет Нарэ постановляет, первое, устанавливается тариф на электрическую энергию, произведенную теплоэлектроцентралью АО Четнорд в размере 4 леев 57 банов за киловатт-час без учета НДС. Второе, устанавливается тариф на теплоэнергию, поставляемую АО Четнорд в размере 3052 леев за гикокалорию без учета НДС. Увеличить тарифы запросила и АО Термоэлектрика, основной поставщик теплоэнергии в Кишиневе. Административный совет Нарэ постановляет, первое, утверждается тариф на электрическую энергию, производимую компанией термоэлектрика в размере 4 леев 54 банов за киловатт-час без учета НДС. Второе, устанавливается тариф на теплоэнергию, поставляемую АО Термоэлектрика в размере 2854 леев за гикокалорию без учета НДС. Обе компании запросили корректировки тарифа на поставляемую энергию из-за накопления финансовых отклонений и возросших расходов предприятий на закупку природного газа. Таким образом, в Бельцах гикокалория тепла подорожала на 937 леев, а в Кишиневе на 685. Напомним, ранее министр труда Марчелл Спетару заявил, что этой зимой ряд категорий граждан смогут претендовать на компенсации за потребленный природный газ, тепловую энергию, свет и твердое топливо. Размер субсидий будет зависеть от соотношения между расходами на энергоресурсы и доходами конкретной семьи, доступными для оплаты энергии. Чтобы воспользоваться компенсацией по счетам за холодный период года, граждане должны будут зарегистрироваться на платформе «Энергетическая уязвимость» на сайте компенсации.гов.мд. Правда, пока платформа не работает. Вместо рабочей страницы, желающие зарегистрироваться для получения компенсации, увидят надпись «Веб-сайт в разработке». Протестные настроения в Молдове не утихают. Сегодня большое количество людей вышли на флешмоб к зданию правительства, чтобы потребовать отставки нынешнего кабинета министров. Потом колонна протестующих отправилась к зданию администрации президента, потребовав отставки главы государства. Люди, недовольны уровнем жизни в стране, заявляют, что сегодня в Молдове простому гражданину просто не выжить. Одним из символов прошедшего сегодня флешмоба стали пустые миски и кастрюли. Протестующие жалуются, что с нынешним руководством страны людям скоро нечего будет есть. По словам людей, вышедших на митинг, небольших пенсий и зарплатки два хватает на покупку продуктов питания. А после оплаты коммунальных услуг денег не останется вообще. Люди сюда приходят не от хорошей жизни, наверное. Приходят люди, потому что недовольны. Даже те, кто работают и зарабатывают плохие деньги, все равно недовольны, потому что цены очень высоки. Я, например, как пенсионерка, я боюсь зайти в магазин. Честное слово, им хорошо, а нам плохо. Почему не выходят тут возле нас? Почему не выходят? Никто не протестует здесь за деньги, все за идею. У меня пенсия. Я должна протестовать. Я должна выступать. Потому что на эту пенсию я не проживу зимой. Да, летом я живу нормально, мне хватает. А зимой как можно прожить? Лидер партии ШОР в свою очередь вновь призывает на протесты, особо обращаясь к молодежи. Дорогая молодежь, ПДС поставила на колени будущее этой страны. Вам обещали качественное образование, но вам закрыли университеты. Вам обещали достойную жизнь, но вместо этого кредиты подорожали и разрушили программу «Прима-касса». Вам обещали достойные зарплаты и новые рабочие места, а вместо этого ежедневно заставляют вас уезжать из страны. Требования протестующих предельно просты. Отставка нынешнего руководства страны. Чтобы они ушли красиво, достойно. Ушли. Потому что то, что тут собрались, это не значит, что это весь народ. Чтобы получить комментарии, мы обратились в пресс-службу президента. Глава пресс-службы Сарина Штифырца заявила нашему телеканалу, что структура не комментирует протесты. Это право каждого гражданина. В свою очередь глава пресс-службы правительства Анастасия Табурчану заявила нам, что В демократическом государстве любой имеет право предстовать и выражать свое мнение. Но мы считаем, что компетентные структуры должны исследовать и посмотреть, из каких средств организуются эти протесты. И как эти люди столько дней могут продолжать протестовать. Сегодня суд столичного сектора Чекана по запросу прокуроров продлил меру пресечения в виде домашнего ареста вице-председателю партии ШОР Марине Таубер еще на 20 дней. Адвокаты с таким решением не согласны. И по их словам, Европейский суд по правам человека принял ее дело к рассмотрению. О том, что происходило у здания суда, в нашем репортаже. Еще за час до начала заседания суда в секторе Чеканы у здания суда собрались десятки сторонников партии ШОР, чтобы поддержать политика. Сама Марина Таубер перед заседанием выразила надежду на справедливое решение. После того, как суд удалился для принятия решения, Марина Таубер, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что она уверена, у прокуроров нет никаких доказательств ее вины. 70 дней они, можно сказать, меня держат в заключении, но они ничего нового, абсолютно никаких доказательств или каких-то аргументов не представили суду. По словам адвоката Аурелию Каленко, сторона защиты на сегодняшнем заседании суда потребовала полного освобождения Марины Таубер. И отметил, что она ранее была объявлена политзаключенной, жертвой политических репрессий, правозащитной организацией, которые являются членом швейцарской сети солидарности Solidarity Network. Мы знаем, что они обратились уже с заявлениями в европейский суд, в европейские и другие правозащитные организации. Было подано заявление в ООН по этому поводу. И на самом деле данная организация, не то, что она какая-то там, она очень авторитетная в Европейском Союзе. В идеале, если мы говорим про идеальное решение и соблюдение законов, то я считаю, что Марины Таубер должны освободить полностью из-под мер пресечения из зала суда. То есть немедленно. Прокуратура предоставляет просто какие-то эфемерные высказывания, которые просто переложили на бумагу. При этом, по словам адвоката, меру пресечения в виде домашнего ареста по процедуре можно продлевать в течение года. И он не исключил, что ситуация может развиваться в дальнейшем именно по такому сценарию. Напомним, 14 сентября апелляционная палата Кишинева перевела вице-председателя партии ШОР Марину Таубер под домашний арест сроком на 20 дней. Политик была задержана на 72 часа 22 июля после снятия с нее депутатской неприкосновенности. В следственном изоляторе столичного пенитенциара номер 13 Марина Таубер провела 54 дня. И как только что нам стало известно, временно исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу сообщил Репликомедия, что прокуратура обжалует решение суда. Напомню, что судьи частично удовлетворили требования прокуратуры и постановили продлить меру домашнего ареста заместителю председателя партии ШОР. Мы и далее следим за развитием событий. К другим новостям. Нынешнее руководство страны критикует и экс-премьер, и бывший лидер ЛДПМ Владимир Филат. Он заявил, что Молдова рискует остаться вечным кандидатом в ЕС, как и Турция. В свою очередь депутат парламентского большинства Дан Перчун, комментируя заявление Филата, пришел к выводу, что бывший политик просто хочет больше общения. Экс-премьер Владимир Филат считает, что Молдова так же далека от Евросоюза, как и Грузия, и может застрять в статусе страны кандидата в ЕС, как Турция. При этом, по мнению бывшего председателя ЛДПМ, руководство страны еще не создало команду переговорщиков. В то же время, нынешнее правительство, похоже, готово только пользоваться выгодами о статусе государства-члена Евросоюза. Из-за изменений в блоке ЕС, не ускоряя процесс вступления путем начала переговоров, мы рискуем остаться как Турция, вечным кандидатом в Евросоюз. В то же время, без хорошей внутренней политики у нас не может быть хорошей внешней политики. И по этой причине, обособленность ПДС и Майя Санду, разрыв с другими политическими актерами может привести к долгосрочному разрушению всей политической системы и возвращению реваншистских левых сил и подчинению интересам иностранцев. В свою очередь, в эфире передачи темы с Людмилой Бельченковой на нашем телеканале, депутат от ПДС Дан Перчун заявил, что это определенное мнение, и что господин Филат хочет больше общения. — Господин Филат хочет больше общения. Мы открыты, всегда были открыты ко всем партиям. Критика, по-моему, ясна и состоит в том, что... — Она конструктивная или она поведенческая такая? — ПАС должен больше сотрудничать с ЛДПМ. На этом сходится вся критика. Ну, окей. — То есть вы считаете, что это именно из-за того, что господин Филат хочет... — Ну, я не знаю, из-за чего это, но, по-моему, месседж такой. Нужно больше сотрудничать с представителями правых партий в Молдове, в принципе. На это все сходится. Есть определенное мнение, есть диалог. Кто-то нас практикует, с кем-то мы общаемся. Разные есть взаимоотношения. Мы всегда были и будем открыты к диалогу. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица приняла участие в похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе. На церемонию прощания приехали 35 лидеров иностранных государств, еще 14 бывших глав стран. Как рассказали в пресс-службе правительства, во время визита в Японию Гаврилица встретилась с премьер-министром страны Фумио Кисида. Они обсудили ретроспективу молдовско-японских отношений и возможности активизации сотрудничества. Главный газопровод из России в Европу «Северный поток» дал течь сразу в трех местах. Власти европейских стран подозревают диверсию на заполненных газом подводных газопроводах. Об утечках газа из двух ниток «Северного потока» сообщили вечером в понедельник власти Дании, Швеции и Германии. Тогда же шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в этом районе. Напомню, ранее Россия сократила поставки газа в страны Евросоюза из-за введенных против нее санкций. Теперь же под угрозой стал транзит через Украину, на который приходилось примерно половина текущих поставок российского газа в Европу. В Иране не стихает волна протестов. На улицы городов продолжают выходить сотни людей в поддержку убитой девушки за неправильно повязанный платок. По данным правозащитной организации Amnesty International, во время протестов, которые начались две недели назад, погибли десятки людей и сотни получили ранения. Десятки демонстрантов, в основном женщины, собрались перед посольством Ирана в Буэнос-Айресе. Акция протеста прошла также и в Нью-Йорке. На Флориду приближается ураган Йен. По прогнозам метеорологов национального центра США по слежению за ураганами, Йен станет опасным штормом четвертой категории над теплыми водами Мексиканского залива. В эпицентре стихии максимальная скорость ветра достигает 195 км в час с резкими порывами. Стихия уже оставила без электричества Кубу, а к вечеру, набирая силу, достигнет запада полуострова. Губернатор штата призвал население как можно быстрее эвакуироваться, так как шторм несет с собой опасный для жизни прилив воды, дожди и разрушительные ветры. В среду авиакомпании в США отменили более тысячи рейсов, а несколько аэропортов Флориды приняли решение приостановить работу, сообщает Ретерс. Специалисты предсказали, что в течение следующих суток ураган вызовет сильные волны вдоль всего северного побережья, включая дамбу Гаваны, и приведет к небольшим наводнениям. С сегодняшнего дня в Объединенных Арабских Эмиратах отменили масочный режим, который был обязательным с начала пандемии COVID-19. Маски теперь будет необходимо носить только при посещении больниц, мечетей и в общественном транспорте. Авиакомпании смогут самостоятельно решать, нужно ли пассажирам пользоваться этим предметом защиты на борту. Прибывающим в Эмираты по-прежнему придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Выезжающие должны соблюдать лишь правила страны назначения. ПЦР-тесты в самих же Эмиратах теперь обязательны только при появлении симптомов. Напомню, масочный режим был введен в начале 2020 года как одно из средств защиты от коронавируса. Решение Министерства культуры уволить директора театра имени Чехова по-прежнему привлекает особое внимание. Напомню, что оно привело к протестам со стороны коллектива и зрителей театра. В связи с этим министр культуры Серджио Продан провел встречу с труппой театра. Накануне открытия нового театрального сезона директор Государственного русского драматического театра имени Чехова, народный артист Молдовы Константин Харет, получил уведомление от Министерства культуры об увольнении. В министерстве объяснили это решение тем, что Харета назначили на должность без конкурса. А закон о театрах, цирках и концертных организациях предписывает, что руководители этих учреждений должны назначать исключительно на конкурсной основе. По словам министра культуры Сергея Продана, расторжение контракта с директором театра имени Чехова – это часть реформы концертно-театральных учреждений Молдовы. То, что сейчас происходит, это абсолютно естественный процесс в соответствии с действующим законодательством. Почему мы это делаем сейчас? Потому что мы готовимся к следующему году. В 2023 году мы хотим поднять зарплаты всем театральным работникам. Однако Константин Харет считает свое увольнение незаконным. Дело в том, что его назначили на должность в 2020 году сроком на 5 лет. Тогда, согласно законодательству, директоров театров назначали без проведения конкурса. А уже в 2021 году по инициативе депутатов ПДС в закон о театрах, цирках и концертных организациях были внесены поправки, которые предусматривали назначение директоров в этих структурах исключительно на конкурсной основе. В связи с этим Константин Харет намерен оспорить приказ министра культуры, ссылаясь на 6-ю статью Гражданского кодекса, которая гласит, что закон не имеет обратной силы. Какого-то конкретного плана нет у министерства. К чему это приведет? Ни к чему хорошему. Как министр сказал, когда он был на общем собрании нашего коллектива, он сказал, что мнение большинства не имеет значения. Мы в театре, в искусстве, мы не на заводе. Это что за дискриминация? 26 сентября у коллектива театра состоялась встреча с министром культуры Сергеем Проданом. Служители Мельпомены надеялись, что во время беседы за главой профильного министерства будет найден компромисс. Но, к сожалению, этого не произошло. Прежде всего мы ждем взаимопонимания. Мы ждем того, чтобы нас услышали и вошли в наше положение. Мы мило побеседовали, но ни к чему нормальному не пришли. Каждый остался, к сожалению, при своем мнении. Министр культуры Сергей Продан отметил, что в ближайшее время еще в четырех театрах будет проведен конкурс, после чего будут назначены новые руководители. Константин Харет, в свою очередь, считает, что по закону он должен доработать до истечения контракта, а именно до 2025 года, и только затем проводить конкурс. А пока артисты и поклонники театра Чехова планируют продолжить проводить митинги в поддержку действующего директора театра. И к другим новостям. Молдавские врачи призывают не беспокоиться, если ребенок болеет раз в месяц в холодный период времени. Подхватить 6-8 вирусов за сезон считается нормой. Главное, говорят специалисты, поставить своевременный и правильный диагноз, а также получить соответствующее лечение. Одновременно с началом холодов наступает и сезон вирусных заболеваний. Об этом заявляют врачи, уточняя, что чаще всего вирусом подвержены дети, посещающие школы и детские сады. Важно знать, что для ребенка со здоровой иммунной системой абсолютно нормально подхватить 6-8 вирусов или респираторную инфекцию за холодный сезон. Это нормально для ребенка, посещающего детский коллектив. Просто родители не знают эту информацию и переживают. Если ребенок простужается раз в месяц, это нормально и не стоит паниковать. Для ребенка, у которого есть братья или сестры, количество вирусных инфекций может возрасти, потому что дети могут посещать разные детские коллективы, и не исключено, что кто-то может принести домой инфекцию. Самые распространенные симптомы ОРВИ – это заложенность носа, насморок, боль в горле, головная боль и лихорадка. Врач объяснила, когда нужно давать ребенку жаропонижающее лекарство. Я объясняю мамочкам, что мы лечим ребенка, а не цифры. Температура – это нормальная, здоровая реакция организма. То есть организм борется с болезнью. И вовсе не обязательно сбивать температуру до низких цифр на градуснике. Если ребенок активен, пьет достаточно жидкости, то можно даже не сбивать температуру, когда показатель 39 градусов. Если же ребенок более вялый, сонный, отказывается от питья, тогда можем дать жаропонижающее при температуре 38-38,5 градусов. Врачи рекомендуют родителям не везти ребенка в сад или школу, когда малыш заболел. Давать ребенку как можно больше пить и необходимые медикаменты. При этом Ирина Гурик рассказала, в каких случаях родители обязательно должны показать ребенка врачу. Обязательно ребенок до трех месяцев в случае болезни должен быть показан врачу. Также обращаться надо, если у ребенка высокая температура, которая не сбивается с жаропонижающими препаратами. Другой случай, если ребенок не может пить или отказывается от питья. Кроме того, к врачу обращаться обязательно, если при болезни ребенок стал вести себя нетипично. Если у него изменилось общее состояние, если он стал более апатичным, сонливым. А также, если у ребенка есть проблемы с дыханием, такие как отдышка или учащенное дыхание. Для профилактики вирусов и респираторных инфекций в холодный период времени врачи рекомендуют как можно чаще мыться водой с мылом, избегать необязательных прикосновений к лицу, носу и глазам, а также избегать контактов с больными людьми. Более 8 миллионов евро выделит Япония на покупку нового оборудования для медико-санитарных учреждений Молдовы. Соглашение на уровне правительств двух стран уже подписано. Ожидается его ратификация Молдавским парламентом. Далее другие новости коротко. В Гагаузии созывают чрезвычайный съезд депутатов всех уровней. На собрании ждут депутатов и членов исполнительных комитетов Гагаузии всех созывов, представителей парламента Молдовы, примаров и местных советников. Съезд изначально планировалось провести 2 октября в Камрате, однако собрание было перенесено на неопределенный срок 28 сентября. На встрече народные избранники поднимут вопрос закрепления в Конституции Молдовы прав и полномочий Гагаузии, а также обсудят исполнение властями страны закона об особом правовом статусе региона. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые предельные цены на импортируемые нефтепродукты стандартного типа. Так, с 29 сентября максимальная розничная цена бензина с октановым числом 95 составит 23 лея 89 банов, потеряв 3 бана. От дизельного топлива 25 леев 24 бана, падение составит 21 бан. У граждан Республики Молдова появилась возможность заказать доставку ряда документов и справок через государственный сервис M-Delivery. Об этом сообщает служба информационных технологий МВД. Так, справки о несудимости, справки о правонарушениях, таких как утеря регистрационных документов транспортного средства или сведений о ДТП могут быть доставлены на дом. Стоимость услуги и стоимость доставки рассчитывается раздельно. Примария Кишинева планирует обустроить около 800 парковочных мест на трех улицах столицы – Халеурхейлу и Мелескуспетару и улицы Кодрилур в Дурлештах. Соответствующие проекты уже на финишной прямой. Специалисты по градостроительству в скором времени должны передать всю документацию в примарию, после чего будут объявлены тендеры. Точная стоимость обустройства новых парковочных мест объявят по результатам аукциона. ДТП с участием троллейбуса произошло утром в среду в Кишиневе. Инцидент попал на камеры регистраторов, проезжающих мимо автомобилей. В пресс-службе управления электротранспорта Кишинева заявили, что в ДТП попал троллейбус номер 17. Он столкнулся с легковой машиной примерно в 9.00 на перекрестке проспекта Троян и бульвара Дача. В момент аварии в общественном транспорте находилось около 20 пассажиров. Столкновение оказалось несерьезным. Ни троллейбус, ни машина не получили серьезных повреждений. Водители пришли к мирному соглашению и не стали вызывать полицию на место ДТП. Вынуждены оставаться за решеткой с самого детства. Речь идет о самых маленьких детях, которые находятся в колонии номер 16, рядом с их матерями-заключенными. Закон позволяет детям оставаться с их мамами до трех лет, после чего детей отправляют на свободу на попечении их родственников. Али 30 лет. Она мать четверых детей. 12, 7, 4 и 2 лет. Младший вынужден находиться с ней в тюрьме до трехлетнего возраста. Ну, до двух лет еще более-менее нормально. С двух лет до трех лет им некуда деть эту энергию, которая у ребенка. Особенно, как у меня энергичный, он у меня гиперактивный. И тяжело. Тут тяжело. Так как туда не иди, то не делай, то не лезь. И им некуда девать эту энергию. Это уже второй ребенок, которого молодая мама воспитывает в местах заключения. Я была здесь с двумя детьми. Девочку отдала домой год назад. Она ушла, встретил ее за воротами папа. Папа ее взял на ручки. Но она немного не понимала, куда она вышла. Дома дети узнают другую жизнь, которые легко приспосабливаются, говорит Алла. Сложнее, однако, родителям, оставшимся без детей. Второй раз, может быть, легче. Не знаю, страшно. Тяжелее будет. Потому что, когда я отдавала первое ребенка, у меня оставался этот. И вот маленький этот кусочек моей семьи, он сейчас со мной. Еще одна осужденная мать рассказывает, что была вынуждена вернуться в места заключения на второй день после родов. У Елены на свободе осталось двое маленьких детей, которые сейчас на попечении мужа. Закон разрешает женщинам-заключенным видеться со своими детьми раз в три месяца. Вы сколько уже тут, вместе с русской, сколько? Четыре года. Вы должны еще сидеть? Шесть. Дети спрашивают о маме, что им говорят? Всегда плачут, особенно старший. Девочки еще не понимают, что происходит. Старший знает, плачет. Что ему говорят, когда спрашивают о маме? Он знает, где я нахожусь. Он уже взрослый мальчик, он понимает. Он меня когда видит, начинает плакать, хочет, чтобы я была дома. Национальная администрация пенитенциарных учреждений сообщает, что для того, чтобы обеспечить детям необходимые условия для жизни, матери-заключенные содержатся в отдельном помещении в доме матери-ребенка. В колонии номер 16. Здесь они проживают по одному, два человека в комнате, в которых есть санузел и кухня, оборудованная необходимой техникой. Мы недавно выезжали в зоопарк с детьми. Очень жаль, конечно, то, что они немножко диковаты в этом плане. Потому что они выехали, мой ребенок лично начал бегать. Он увидел пространство большое, он начал бегать в разные стороны. Он не понимал, что это звери. Единственное, на кого он долго засмотрелся, это на льва. В настоящее время в доме матери-ребенка колонии номер 16 находится пять заключенных матерей с детьми. И это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Годелика. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова